В центре микрорайона КСМ еще два дня назад кипела торговля. Уличные лотки, заверяют местные власти, сюда больше не вернутся. Часть продавцов переселились в крытые торговые ряды неподалеку, чтобы вести бизнес более цивилизованно. Но еще остались те, кто привык работать по старинке. Размещать тары запрещено. Размещение тары запрещено. Мы вас предупреждаем, что это является нарушением. Размещать товар за пределами торговой палатки запрещено. Управление административного контроля составляет на продавца протокол. Теперь он заплатит штраф. Ответить рублем за бардак, мусор и хлам придется и управляющим компаниям. Дворы тоже в центре внимания инспекторов. К сожалению, не все сочинцы поддерживают инициативу городских властей выходить на субботники, которые нужны в первую очередь самим жителям. Поэтому подобные обходы в разных частях Сочи сотрудники управления контроля проводят ежедневно. Картина правонарушения достаточно разнообразна. В основном, то, с чем мы сталкиваемся, это замусоривание либо захламление придомовых территорий гражданами, ненадлежащая работа управляющих компаний в части уборки территории многоквартирных домов, нарушение при осуществлении торговли, это выставление товаров в непредназначенных для этого местах. Следить за санитарным порядком в микрорайоне помогают и члены ТОС. Штраф они выписать не могут, но профилактические беседы проводят. Поддерживают порядок. Отремонтированный дом культуры стоит как новенькие. Набережная реки как будто благоустроили только вчера. Все это в том числе усилиями активных горожан. В центре микрорайона даже елку поставили. В новогодние дни здесь будут проходить детские праздники. Задача была не только делать, а еще учить молодежь тому, что все-таки у себя перед носом, у себя во дворе надо самому тоже убираться, самому приводить в порядок, заниматься своим домом, своей придомовой территорией. И мы именно это и показываем, этому и учим, особенно молодежь, детишек, что вот эта вся красота для них, для их будущего. Теперь предмет гордости микрорайона – новый сквер. За него проголосовали сами сочинцы в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Вот так это место выглядело чуть меньше года назад. Вместо тротуара узкая грязная дорожка с ямами и лужами, никаких лавочек и детских площадок. Теперь в распоряжении жителей КСМ красивые клумбы, воркаут-площадка, качели и горки для малышей, тренажеры для взрослых. Для нас это очень большая радость, что открыли детскую площадку, парк. Мы наконец избавились от грязи. У нас ребенку 8 лет ходят во второй класс, то есть ребенок очень доволен. Турники, спортивная зона, то есть очень хорошо. Спасибо городу, муниципалитету. И это правильно, поддерживать порядок, делать замечания людям, которые неправомерные действия здесь будут совершать. То есть портить площадку, заниматься вандализмом, распить алкогольных напитков. То есть должен быть положительный пример для детей. А положительный пример – это содержание нового сквера в чистоте и порядке. И это дело не только местных властей, а в первую очередь жителей, для которых их благоустраивают район, делая жизнь каждого сочинца комфортнее.